и груши, ну а лимон это бабушка, бабушка у меня одесситка, очень любит ругаться маком, поэтому нарисовал ее в виде лимона. С правой стороны картина называется «Мостова Новослепска», это картина нарисована сырой нефтемой толстя, это из серии «Город будущего», это Москва-сити, и «Пролетающая сова», это коллегория, которая сова никогда не спит, поэтому здесь нарисована сова. Следующая картина «Фолст Мастер» из серии «Город будущего», и опять же «Москва-сити», картина называется «Утро рабочего дня», и вот мы смотрим и видим, что Москва-сити строится с помощью паровоза, с помощью воздушных шаров, как это могло быть, например, сто лет назад, когда еще не было таких лапанов подмена края. Дальше работа Москва-сити, 2070 год, это как-то Москва-сити выходила через 70 лет, это бы полностью застроено, поменялся крем, она лежит, она лежит так простой, летает, собственно говоря, машина, векараду, которая вместо машины уже наших современных автомобилей, и совершенно другой вид по Москве. Следующая картина из серии «Город будущего», картина «Мираж», собственно говоря, как бы могла в виде «Миража» видеться Москва-сити, и завершает экспозицию картина, нарисована тоже зажженной сигарой на ползке, прописанной сигарной водой. Картина называется «Путешествие в город будущего», но, кто не знает очень интересного факта, у нас запрещены путешествия на воздушных шарах, над Москвой, на дирижаблями. Последний раз это было на Воробьевых горах. И вернусь теперь уже к картины, которая нарисована с эффектом 3D. Картина называется «Мои старые друзья». Этот вроде бы тоже надирморт, но посвящен очень интересному такому сюжету. Дело в том, что это уже взрослая девушка.